знакомьтесь ребята это ешь всем здорова ребята с вами виктор и сегодня у меня великое чувство желание рисовать появилась понимаете чувство желание рисовать сегодня мы как никогда будем сегодня прям в сыр о гриф аниме хинтай девчонки непонятные слова няшный голос озвучки это ребята квикдроу на японском языке напомните пожалуйста что из этого то что мне рисовать надо вот это вот да нет погоди погоди там был домик какой-то нарисован а где звуки все боже мой попробуем стол нарисовать карри масштаб киво до по тава бенчи сми ма сэм нанно эко в карри масэн она сказала на тава бенчи это значит скамейка бенч по-английски бенч это домик уже был да но кто жнал уже проблем я просто забыл как надо конкретно в эту игру играть но я сейчас уже вспомнил вот сейчас вообще ошибок не будет вы смотрите итак сейчас мы с вами рисуем мере здесь какой-то человечек чертик рядом с ним что-то непонятное мы со стасом играли в эту игру как там и и обувь ребята это обувь обувь ботинок наверно нарисовать карри масштаб его на волосы покарима что это видео может на японском а у так смотрите палочка палочка это две ноги человека градус это значит пьяный пьяные ноги улыбка циклопа видите один глазик с улыбкой что это такое цифра это 17 17 ребят 17 явно на 17 дюймов и так смотрите пьяные ноги пьяного человека который улыбается как циклоп 17 дюймов какая-то пошлость опять маяки меня заставляют рисовать сейчас мы переведем лучше давая . как-то я не уверенную боже мой это всего лишь панда а как панду рисует черт побери там начали маста панда патова драны патова и гао марк и покарима что ангаде она чё угадала она угадала в этом панду это террорист пишут я тоже подумал что это террорист но по ходу это панда ребят учитесь учить я я с компьютером на одном языке разговариваю ребят на языке художеств это панда да что у нас следующая здесь только черточка какая-то все остальное непонятно ребят сейчас я быстренько это переведу как обычно это у нас челнок что значит челнок ракета что ли матью вашу какой челнок покарима что мейсай мотова бранко что я рисую вообще мотова и сыпата ванны ими мотова луна пока гнаста робот но и до сми малина но это покарима сендешта я просто растерялся какой нахрен челнок я единственный челнок знают а шаттл который летает в космос вы о чем вообще какой челнок я что-то начал рисовать потом не начал рисовать я еще не проснулся видимо смотрите это два чувака которые один другому щекотит спинку лапками такой монстр в лоботоме корпорейшн есть я видел картинку сейчас мы узнаем это монстр какой-то наверное сейчас переведем перо перья ханюй а блин время идет так перо ребят перо покарима что-то какой-то догонима что мать и покарима что они видимо на то не мальчиках и релись это в перо кто вспомнил тигра не надо вспоминать тигра так здесь какой-то сложно составной иероглиф ребят борьтесь какой-то баннер флаг маленький молоточек это кузница видать смотрите это наковальня это молод сверху такой ну-ка давай правильно я понимаю японский язык бабочка точняк наковальня молот что это может быть конечно бабочка так это тело бабочки это ее усик а это будет ее крылышко бабочка это бабочка похожа на какую-то обрезанные ноги ну ладно давай посмотрим что же все таки мне загадывали сегодня ну первое мы конечно с вами вообще не попали это ванна была ребят но я почти почти ванну нарисовал вы посмотрите это похоже похоже почему бы нет это была ванная нога ну обувь принципе нормал нифига себе японцы рисует ты посмотри тут такой кед вообще нарисован крутой какой-то плоский ну такая нога панда сушки у меня панда какая-то подозрительная такое ощущение как будто куда-то налево такая смотрит и к никто такой же сделаешь а чего вот моя панда даже получше чем вот это выглядит это слоник жесть это что это спадный ну понятно ребят я еще хорошо рисую оказывается не надо меня бочки хотят вот это что такое было о боже кошка челнок челнок смысле лодка это что такое байдарка что это такое а смотри этот нарисовал космический челнок все-таки видите это типа космический корабль а там человек внутри ну то есть видимо что-то единица передвигающаяся самодвижущиеся единицы ребят так перо бабочки в принципе все понятно этот листик вообще кто-то нарисовал может быть это было листика не перо кстати потому что здесь как-то больно хотя нет вроде перья ох моя бабочка это еще жопу в которую воткнули радио передачки с честно так и выглядит ну да на бабочки у всех одинаковые непонятные ну вот смотрите вроде бы даже японский язык но что четыре четыре шести мы с вами осилили сейчас ребята сейчас мы должны сделать сами 6 из 6 хоть это японский язык хоть это не наш родной но все-таки это же язык аниме его правда не смотрел но понимать то что я должен о смотри какая штука крутая это буква т которую вбили в окно ну знаете окно так обозначает как бы блики такие на стекле ну-ка что это окно дождь это ребята на окне снижайте дождинки дождь это капельки а вот это символ вот это донат спасибо спасибо это ребята то ли зомбоящик то ли тумбочка я не думаю что это просто квадрат как геометрическая фигура хотя кто их знаете этих японцев они могли квадрату две ножки прорисовать они там чудо-то в этом смысле это куб нет это квадрат ребята что купон трехмерный это двухмерная явно штука давай смотрим что это это а я вот даже не скажу вам что это вы сами догадаетесь все все поняли это был не куб и не квадрат и не зомбоящик это даже не губы ребята это рот это рот он там дайте кстати то кто-то знает даже японский язык это рот он пишет да ребят это рот а это очень длинное выражение со смайликами что-то пошленькое очень длинное какое-то выражение я не понимаю почему видимо иероглифом это нельзя нарисовать поэтому нужно какими-то буквами рисовать в японском языке есть букву я просто даже не знаю нифига не знаю про этот язык кроме того что он аниме я ригато я ничего не знаю может быть здесь мохнатый носок загадали как раз таки давай посмотрим итак это о боже мой это ребята в общем ребята это был рюкзак я так и не понял угадал или не вроде угадала да я что-то такой попытался нарисовать ох это что серп и молот на каком-то доме ребят какой-то памятник будет наверное ты прикинь я почти угадал ребят это секира серп и молот секира что-то я рисую дичь какую-то ну видимо угадала я не знаю как я угадал в этом секи ну серп и молот я что-то такое но мне показал что там что-то острое знаете такой щих 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 вот такой вот ммм слушай прям давай скрытый смысл смотри вот здесь явно человечек который стоит на крыше плоского ну на плоской крыше дома первое это какая-то дерево наверное дерево дом человек на крыше а вот это что такое стилизованная семерка какая-то что-то с раем связано или садом я не знаю что-то с религией какой-то связано сейчас узнаем сейчас сейчас мы спросим переводчика ребят стул мать вашу великая религия стулизм а почему стул обозначается такой дичью скажите меня пожалуйста причем тут дерево чего я понял они в этих иерогрифов заложили все это наверное деревянный стул дерево то есть это материал из которого сделан человек сверху то есть значит человек на этом обычно вот а вот стилизованная семерка это видимо что-то обозначающее стул вот так вот ребят мы сейчас с вами расшифруем эту клинопись итак смайлик циклопа уголки какие-то непонятные буковки т нет это это мне не понять ребят здесь смотрите значок из математики две параллельные линии и одна им перпендикулярно сразу вспоминается ролик про 7 линий 2 из них синим цветом 3 прозрачным все параллельные перпендикулярно считает так поражать давай эмм ты кто лагерный огонь кемпу файя кемпу файя кемпу файя ээээээ ну видимо вот такой огонь вонек сая маме Матова тенту Вакаримашта кемпу файя кемпу файя кемпу файя Ребята шесть из шести кемпу файя Учите кемпу файя А чё ты по-разному говоришь, что медленно, то быстро, я не понял Мне понравится, мне понравится этот язык, ребят Божественно Ну, обычный костёр, имеется в виду, который, знаете, пришли в лес, наложили дров и зажгли Такой вот, ну, когда в пионерлагерях, чё, а, не были Ну, в общем, да как вам объяснить-то, боже мой, на костёр никто не ходил, наверное, уже из вас Ну, в общем, костёр, боже Костёр Дождь, рот, рюкзак, секира, стул и костёр Ну, согласен, да, не очень сложные, конечно, нам задачки выдали Но... 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 Но мы справились Задача была поставлена 6 из 6, 6 из 6 сделано Будем угорать Ну что, ещё разок Давайте Итак К нам приходят опять вот эти параллельные линии с перпендикулям, только дюймы теперь ещё Теперь ещё и кавычка, ребят Итак, что же это? А-а-а... Усаги Усаги Ребята, это Усаги Знаешь, что такое Усаги? Она угадала, нет? Ха-ха-ха Угадайте, что это было Это Усаги, ребят Усаги Усаги Это был кролик Если вы не поняли Если вы не поняли Это был кролик Смотрите, два смайлика Один смайлит в ту сторону Этот смайлит в эту сторону Между ними какая-то буква Г Ха-ха-ха Они, видать Это два парня, которые ржут над сортиром Сортирный юмор, я думаю, здесь загадан какой-то Давай Ти-шатсу Ти-шатсу Ти-шатсу, ребятки Это Ти-шатсу Ти-шатсу Это, ребята, футболка Ти-шатсу Футболка Ну, Ти это буква Ти-шорт, типа, знаете Как по-английски Но это, видимо, как-то заимствованное слово Скорее всего Из того же английского в японский Поэтому очень схоже С английским языком Ну, это явно что-то иероглифическое Вы посмотрите Здесь нам написали Прям историю всего Китая рассказали На японском языке Ну, давай послушаем Оу Юбинукэ Юбинукэ Хе-хе Ааа, так Что я нарисовал? Угадайте, а? Это был Юбинукэ 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 Ха-ха-ха Юбинукэ Почтовый ящик Все верно, ребята Мда, смотри У нас сразу уроки японского языка Рисование Обучение Компьютеру Рисованию Призношение И прочее, прочее, прочее С ума сойти Почтовый ящик Почтовый ящик Опять непонятные квадраты Круги Знаете, я теперь Помните такой фильм Знаки С этим Лысым-то С крепким орешком Теперь я знаю Из какого языка Они брали эти знаки Итак, это Комари Комари Это комары, ребят Комары Черт, как это нарисовать Вокали машта Сен Вокали машта Ки Матава хана Матава шигеми Матава нокогили Вокали машта Комари Дес Что это было? Мм? Комари Это летучая мышь Это была летучая мышь, ребят Но я какую-то дичь рисовал Я что-то попытался вспомнить Как Бэтмена рисовать И что-то меня заклинило Я начал Какую-то рисовать Непонятную Непотребную фигню Давай дальше Харинезуми 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 Хе-хе-хе Знать, что это такое, ребят? Вокали машта Кава Матава бумеран Матава нивану хосу Матава пан Вокали машта Харинезуми 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 Мышь Нет, не мышь Паломыш Нет, не паломыш Харинезуми Это ёжик, ребят Ёж Ёж арене зиме арене зиме вот так вот современное искусство нет следующий о это и бода и бода но это очевидно это вы знаете даже не надо переводить пока не маста пенчи пока не маста и бода дэс и бода ребята кибода а прикинь я все угадал 6 6 и бода даже даже моего кролика вы посмотрите вы посмотрите на божественного кролика боже японцы если у вас такие кролики в стране я я вообще в шоке не на мой кролик тоже конечно не ниши это это что такое вообще кстати что вот это третье такое это что черепаха с хвостом тигра могу скопировать его узнать что это такое я очень хочу узнать что это енот говорят да ладно что я не не похож но мой кролик садят на это такая дичь эти кролики божественные ты посмотри на них да у меня у меня кстати кролик похож на ламу вот закройте глаза отвернитесь потом раз так и быстро посмотрите вот это силуэт ламы шеи вот это вот длинная такая массивная что-то непонятное там на голове это тело действительно ламы кусок до летучая мышь ну в принципе да что-то похожее правда кто не скажет это какашка с крыльями но почему бы и нет смотри летучая мышь нарисовали как прожектор в небо светящий уже есть блин летучий вышник на птицу и на бабочку похоже это слоник но ёжик у меня сушья игра пошла то по животному миру до моёшь вообще топ картошка волосатая улыбающиеся по живой какая добрая картошка почему это ёж каким местом это ёж знакомьтесь ребята это ёж блин чем ниже тем хуже уже есть это что соник это ребята на колс почти слушай я не знал что ёжик может быть таким смешным это пельмень с волосами но да похоже полегчало пусть будет ёжиком аж слезы идут пишут ну мы всегда в эту игру когда играем и до слез так что разогреваемся а потом все хорошо становится ладно ребят я думаю на сегодня пока хватит я чё-то устал ржать мы с вами две топовых катки вообще закатили ну первую мы разминались это очевидно ребят я в эту игру месяц не играл но потом я просто взял себя в руки и начал мало того что смотреть перевод еще вам рассказа озвучивать и изучать еще английский не английский конечно японский язык так что ребят это можно сказать образовательно ржательный выпуск вообще прям на сто процентов хотя в принципе каждый выпуск этой игры образовательно ржачный просто в некоторых я начинаю рисовать маяки есть у меня такая наклонность я маякорисователь но в принципе вы к этому все готовы поэтому всем спасибо за внимание с вами был виктор канал натёк play это был квикдро и приходите еще как мульти порисуем по жопу всем до встречи пока